итак мы продолжаем наш наш тренинг по специальному массажу переходим к ногам да и как я говорил у нас ягодицы относятся к ногам так же как и к спине зона будет делиться от ягодицы зона бедро вторая зона икроножная мышца 3 зона стопа 4 зона ну и пальцы получается 5 зона естественно оголяем ту часть тела которую нам необходимо вот есть туртики стринги можно одеть дали бы вот такие закатать обычный трус либо продается одноразовые в принципе трусы для массажиста для таких процедур всяких и мужской и женский вариант есть про голову про руки обычно говорю в произвольной форме ложите как каком удобнее дам уже под голову можно там свесить их допустим свесим потому что нам понадобится вот эта зона вот остальные зоны открываем сейчас две руки буду работать да можно еще и вот вторую или соскались например вот так да как смысл подкладываем ноги пошире как я говорил нам важен валик где стопа лежит именно на своде на сгибе расслаблено мы будем давить вот давление в бедро идет да не в коем случае не в чашечку да поэтому как можно выше кладем во вторых это лимфа пятка должно быть выше сердце до линия пяток чтобы дополнительно было ток лимфы давается масло опять же идем потом все участному все движения вы запомните или вспомните подобное мы уже делали со спиной подобно будем делать с ногами с шеей и с руками движения в принципе приема вернее прямо до набор приемов почти похожий вот смазан сразу все части единственное скажу вам еще один лайфхак что со стороны голени мы не смазали до удобно залазить поэтому мы чуть больше масса дополнительно оставляем на стопе когда понадобится отсюда его снимем и размажем уголе не это уже как бы там в последнем варианте так чуть-чуть смазываем локти твоя работа за пригодится и как всегда начинаем с трения от общего к частному все растираем быстро-быстро давайте параллельно сразу начинаем вот ахинова сухожилия и кроножные мышцы движениями теперь разделяем визуально на внутреннюю часть медиальную внешнего трагина да и вот по отдельности еще внешняя внутренняя и кровь и ягодицу ягодицу вдоль мышц до от места сопринения вот от веером идут отвертила бедра кости и поперек мышц теперь инвертируем руки вот так вот только перепонка сработают ахилосухожилия если бедро большое да то придется разделить на две части чуть присели натуральную часть размере и внутреннюю часть перни растерли растерли мы конкретно вот уже начинаем по сегменту сегменты обратно последовательно все движения вперед то есть ягодичный сегмент берем глубоко растираем и уводим руки вокруг вертила вот туда в паховую зону все движения заканчиваются там держим бедро и шестеренки вот нужен повторяем то же самое что делали со стороны спины три прохода шестеренок по месту укрепления мышц снизу сверху посередине три прохода кулачком там раздавливаем глубоко и по месту крепления мышц если человек пришел только на массаж и жалуются на спину дата мы еще отдельно уделим внимание пояснично-крестцовому переходу да но сейчас не будем это рассматривать так и теперь продольного этих мышц собрать цветов с такой можно уделить внимание датом простому разминанию и глубокому поминанию может вам пальцем за действием и проверить места крепления мышц где-то будет какой-нибудь мышца напряжена мышечной тяжи да то это уже индивидуальная работа до этого мы уже будем на это индивидуально обращать внимание об этом у нас снят уже отдельный ролик сейчас пока перейдем к массажу бедра становимся соответственно вот наша обрабатываемая зона до становимся прям к педикулярно к ней как чтобы наша . дон тянь было по центру это обрабатываемая зона с внутренней стороны разминаем обычным прием с внешней стороны разминаем снизу вверх видите все движения в зоне идут снизу вверх все вместе разминаем скручивающие такие движения похоже на крапивку помните в детстве делали крапиву там мы только на коже делали да вот именно мышцы захватом побольше мышц и теперь захвата мышцы всей этой зоны один кулак внутри другой снаружи вот тогда ведем целиком до предплечье и скручиваем потом опять наоборот перестали руки да ты предплечье до ягодицы но постараемся предплечье захватить под плечами всю эту массу в одну сторону и в другую сторону вот теперь становимся вот так вот и разделяем ногу пополам лапа леопарда данному кого может смотреть от этой центральной линии отвели в сторону захватили подняли захватили подняли подняли одну руку установили здесь и чтобы каминка не считалось стол стола туристом а второй это часть корпус отдыхает у нас до автор рукой шестеренками разминаем растираем внешнюю часть теперь установили вторую руку эти корпус отдыхает и внутренняя часть внутренняя часть людей бывает болезненно да поэтому спрашиваем терпит не терпит человек можем ослабить ему движение очень всеми способами кулаками проходами с вибрацией и просто трение и шестеренки если масло веса волоски большие добавьте еще масло так следующий прием вот мы поднимаем как бы мясо до костей старым старой но много не принимаем при этом кулаком кулаком раз из вибрации вперед раз из вибрации вперед назад не возвращаемся только все движения вперед к ягодицам и спускаем все вот туда плохой зоне следующий прием берем по очереди захватили и по очереди вот нога как бы как змейку вы помните делали вот по очереди она лев право скачивается и теперь лапа леопарда быстро растирания все зоны вместе с каждую следующую зону у нас будет включаться и предыдущая зона и сливаем кровь сюда теперь по отработанной зоне наши до встали плотно до этого мы делали вот так трение до начать на трение час мой работа с лимфой придавили к столу и медленно медленно вверх и говорил же лимфа течет медленно поэтому практически один-два сантиметра в минуту поэтому очень медленно далее переходим в пол шага назад к коленке да и начнем массировать броностоп но об этом мы снимем следующий сет который будет называться номер два и кроножные мышцы и мышцы геленостопа до новых встреч друзья